Летят утки спортивные. Информация оказалась ложной. В Российском футбольном союзе опровергли появившееся в СМИ сообщение о назначении Станислава Черчесова главным тренером сборной. Полком, который назначит, если назначит тренера, будет только в субботу. Поэтому все, что вы сейчас читаете в СМИ, это не соответствует действительности. В поисках нового места работы Павел Мамаев может присниться к питерскому «Зениту» и просит от «Сине-бело-голубых» оклад в 2,5 миллиона долларов. Чуть больше получает его закадычный друг Александр Кокорин. Друзья в жизни могут стать и друзьями на поле. Все предпосылки к этому есть. Клубы ведут активные переговоры. Почему Мамаев выбирает «Зенит» и чем его не устроили другие российские клубы, готовы рассказать спортивный обозреватель «Лайфа». Ксения Рахновская. Павел Мамаев, несмотря на все свои эпатажные поступки и любовь к шумному веселью, вне поля плеймейкер топ-уровнев. Ну вот, по крайней мере, в российских реалиях. Поэтому агенты его рассматривают только варианты трудоустройства в клубе первого шлона. Только не все они подходят самому игроку. Ну и так, начнем по порядку. ЦСКА, родная команда Мамаева, где он вырос и сделал первые шаги на поле, для него отныне закрыта. И дело все в конфликте с Леонидом Слуцким. Об их непростых отношениях «Лайф» уже рассказывал. Во время Евро Павел резко отозвался о решении своего наставника. Ну и дело и вовсе закончилось потасовкой. Ростов, как один из вариантов вице-чемпион страны, участник Лиги чемпионов, не устроит Мамаева в финансовом аспекте. У команды Курбана-Бердыева попросту нету столько денег. В бюджете команды и так зияют огромные дыры, а приход игрока вот с такими амбициями попросту разорит бюджет Ростовской области. Ну, двигаемся дальше. «Спартак», ворвавшийся в Лигу Европы, довольно активно ведущий себя на трансферном рынке, Мамаева не пригласит. Полельщики попросту этого не простят. Напомню еще раз, воспитанник ЦСКА Мамаев, ну а о накаленных взаимоотношениях между клубами напоминать не стоит. Ну и к тому же Мамаеву попросту некуда поставить. Его позиция занята Денисом Глушаком. В «Спартаке» в него верят, ну и даже доверили капитанскую повязку в новом сезоне. Ну и «Локомотив», как один из возможных вариантов, рассматривать серьезно также не стоит. Станик красно-зеленых перемены. На смену Ольги Смородской в Черкизово спешит Илья Геркус. Локо просто сейчас не до трансферной политики. Клубу нужно решать другие вопросы, административные и кадровые. Но вот так сегодня уже появилась информация, что сам Юрий Семин может вернуться в родной «Локомотив». Так что «Зенит», как мы видим, действительно самый оптимальный вариант для Мамаева. Устроит он и игрока, и команду. И давайте посмотрим, почему. Итак, что получает Мамаев, переезжая на берега Вольной Невы? Ну, во-первых, это возможность побороться за высокие места в Лиге Европы. «Зенит» один из фаворитов турниров в этом году. У Краснодара шансы пробиться высоко, гораздо ниже, конечно же. Петербуржцы полностью отвечают финансовым запросам. Он полузащитникам, а Мамаев просит 2,5 миллиона за сезон, что почти в половину больше, чем в Краснодаре. Ну и синий, белый, голубый действительно могут столько заплатить. Ну и приятный бонус в лице лучшего друга Александра Кокорина. Да, в неполе ведут они себя вызывающе, но их взаимопонимание может принести «Зениту» в игре отличный бонус в виде забитых мячей. Ну, а что получает «Зенит»? Он закрывает проблемную зону, которая образуется после ухода из команды Вицеля, Кришты и Гарая. Ну и Павел Мамаев с его позицией на поле – это отличный вариант замены. Ну и к тому же у него российский паспорт, что немаловажно. Ну а вот Краснодар, расставаясь с Мамаевым, столкнется с серьезными проблемами. Команде совсем скоро сражаться на три фронта – РФПЛ, Кубок России и Лига Европы. А его покидает один из лучших бомбардиров за всю его историю. 26 мячей Мамаев успел забить на Краснодар, но и кроме того, сникнет без него и Федор Смолов. Их связка нашумела. В прошлом чемпионате плеймейкер Мамаев обеспечивал Смолу половину успеха. Успеха при этом ощутимого. Федор – лучший российский галиадор прошедшего сезона. Ну и, конечно, заменять Мамаева нужно будет срочно. А самое главное – так, чтобы потеря не ощущалась настолько сильно. Да вот только свободных российских игроков с такими же качествами на рынке нет. Есть Глушаков, есть Иванов, но их не отпустят родные команды. Так что искать Сергея Галевскому среди списка легионеров. А это и зарплата другая, и проблемы с лимитом. Ну и, конечно, кипит Нева, бурлит слухами о том, что Мамаев приедет в Санкт-Петербург. Но вот ждут ли его на берегах? Не вы прямо сейчас узнаем у одного из болельщиков «Зенита» Андрей Мухин на прямой связи с нами. Андрей, здравствуйте. Ну вот насколько я знаю, большой радости-то вы там в районе Петровского не ощущаете по поводу того, что к вам может приехать аж полузащитник сборной России. Рассказывайте, почему, чем вам так Мамаев не угодил. Добрый день. Ну, хочу сказать по поводу Мамаева, что на самом деле не все так критично, как вы описываете, что Нева не бурлит абсолютно. Мы уже пережили переходы, как и Быстрова, и Дзюбы. И у нас уже поставили много экспериментов, поэтому болельщики довольно-таки стали терпеливые. А касаемо непосредственно Павла Мамаева, то смотря статистику 2015-2016 года, человек забил все-таки 17 мячей за сезон, и мало какой из полузащитников в принципе может похвастаться такой статистикой. И учитывая, что в «Зените» сейчас вообще время перемен, и касаемо непосредственно позиции Мамаева, это полузащита, то у нас грядут проблемы, так скажем, потому что ряд игроков покидает «Зенит». Например, касаемо Дании, человеку 32 года, и, соответственно, на такой серьезной травме, нескоро мы его видим, Вицель уходит, остается только молодежь. Возможно, появится какая-то возможность поиграть в Могилеюцу. Андрей, это все действительно понятно, кто может прийти в «Зенит», кто из него уходит, все мы знаем. Вицель уже практически полгода мы отправляем, собирает он чемоданы. Как вот вы считаете, если Мамаев присоединится к своему лучшему другу Кокорину, который пока все-таки в ссылке в «Зените-2», это его наказание за ту шумную вечеринку в Монако, вот не опасаетесь ли вы, что будет сорвана дисциплина во всей команде? – Да я думаю, что нет, на самом деле, потому что люди все-таки профессионалы, что бы там ни произошло в Монте-Карло, это урок, я думаю, что они сделали выводы. А то, что веселая компания воссоединилась на берегах Невы, я в этом ничего страшного не вижу. Я думаю, что еще какая-то провинность, и просто люди потеряют свою работу, ну то есть именно на высоком уровне. Они понимают, чем рискуют. – Андрей, ну вот Кокорина тогда на первом матче за «Зенит-2» встречали с надувными бутылками шампанского. Простили вы уже своего нападающего за эти проступки, или все-таки будете припоминать ему еще? – Ну, в любом случае, как говорится, я не злопамятный, а память у меня хорошая, да, но тем не менее, какое-то время должно пройти, чтобы страсти улеглись. Поэтому я думаю, что само движение фанатское, именно «Зенита», да, еще не простило, и в ближайшее время вряд ли это произойдет. Все покажет игра. Человек будет забивать, будет предан клубу, естественно, все это угаснет. – Да, Андрей, спасибо большое. На прямой связи со студией был болельщик «Зенит», и обсуждали мы возможный в скором времени переезд на берега Невы Павла Мамаева. Продолжение следует...